Глава Анапы побывал на месте закладки новой аллеи, оценив инвестиции в озеленение города-курорта. Саженцы из краснодарского питомника «Розовый сад» оплатил владелец санатория «Анапа-Океан». Сколько штук? 16. Отлично. 8, 16, 8. Но их чаще нельзя сажать просто. Будет некрасиво. Они даже сам круто, через 2-3 года. Ну это хорошо, что убрали аварийные деревья эти, потому что мало ли что с этим аварийным деревом, а ловым пасем в гормонах. И сегодня освежаемся, да. Возраст спиленных клёнов приближается к 50 годам. Деревья были пустые, внутри отгнили. Их замена работа плановая. Молодые деревья 6-метровые. Это клён Фримана, сорт фэнтези. То, что был ажиотаж до этого по спилю деревьев, он был неактуален абсолютно. То, что обещали, все сделали, будет сейчас намного деревьев больше и лучшего качества. Эти растения проживут как минимум лет 40-50 отработают на данной территории города. Глава Анапы подчеркнул, на курорте каждый собственник санатория или торгового объекта должен озаботиться внешним видом и озеленением прилегающей территории. Ещё лучше идти таким путём. Одно убрали дерево, а выдали опоробочный билет. Два или три надо опосадить. Потому что Анапа должен быть зелёным городом. И вот хотел обратить внимание на Ореховую рощу. Приезжали депутаты ССК, и мы ходили, смотрели Ореховую рощу. Я так понимаю, что Ореховая роща тоже не весь здесь как бы растёт. Потому что половина деревьев, они такие подсохшие. И чем мы будем односаживать? Потому что Ореховая роща само по себе название, оно соответствует тому, какая она должна быть. Ореховая роща – не единственный фронт работы зеленстроя. Планы на обновление зелёного убранства Анапы долгосрочные. Во-первых, у нас ещё много деревьев старых, сухих на улице Кати Соловьяновой. Там у нас каштаны уже свой век отжили. То есть нужно будет там планировать снос аварийных деревьев и планировать посадку. Также мы ведём работы по предложениям по новым посадкам в территории города на 2018 год. Есть много интересных задумок. Сейчас будем выходить с предложением по этому поводу.